Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июля и мы продолжаем обзор томатов, который на этот день уже поспел. И поспел массово. Сейчас я только что говорила о толстом джеке, который не является тепличным сортом. Он для открытого грунта, но я его высадила в этом году в теплицу и не пожалела. Я вот только что вам показывала. Сейчас, если смогу туда назад заворотить, повернуться так. Вот он, толстый джек у нас. В теплице показал себя неплохо. И сейчас точно так же не тепличный сорт, русские колокола буду вам показывать, но которые я каждый год неустанно высаживаю в теплицу, только потому что он очень рано поспевает. Вот эти вот оранжевые, видите, сосиски висят, ну колокольчики или как их, не знаю, пальчиковые они. Да они не пальчиковые, если вовидными их не назовешь, написано овально удлиненные в описании сорта. Вот это русские колокола. Они хотя тоже не тепличные, но я всегда их высаживаю в теплицу. Это, во-первых, и украшение теплицы, и спеют рано. Но если вот так пройтись как схематично, описание сорта, то тип куста детерминатный. И высота, вот в этом году у меня выросла высота метр тридцать их. Вот сейчас покажу. Я нахожусь, как всегда, лежа на земле, и мне высоту не очень удобно. Но вот в этом году она метр тридцать. Но не забывайте, что в теплице они всегда удлиняются. На улице 70, даже 50 сантиметров, 70, вот так, детерминатный кустик. И в чем особенность, что мне нравится, я их никак не формирую. Вот сколько у них вырастает этих стволиков. Видите, вот они на два разделяются, там еще, каждый еще на два разделяется. Так как они мелкоплодные, они что внизу одинакового размера, что вот идут выше, видите, гроздья, тоже такого же размера. Они не мельчают, их можно не вести, например, в один или в два, строго ствола три. У меня сколько нарастает, столько и веду. Так, ну и отвлеклась. Высота метр тридцать, открытый грунт 80 сантиметров. Срок созревания у них считается раннеспелый он, 98-100 дней примерно. Но это все зависит, опять же, от условий. Вот у нас нынче мы после того, как высадили, было две недели холодов ужасных. И мы в этом году немного запоздали. В прошлом году пораньше они пожелтели у меня. Но все равно, одним из первых этот сорт спеет. Он очень урожайный. Вот эти вот прям гроздья висят такие аппетитные, такие, как сказать, цвет оранжевый, форма удлиненная, овальная. Вес плода около 90 граммов. Это небольшой плод. И это очень удобно. Удобно для еды детям. Удобно для консервации. Назначение универсальное. И в свежем виде, вот в ранние сроки сейчас, конечно, у меня рука еще не поднимается их солить. Конечно, мы сейчас их только кушаем. Очень сладкие, очень вкусные. И самое главное, достоинство. Оранжевые вот такие сорта можно употреблять всем. И людям для диетического питания, для детского питания, для людей, у которых проблема с желудочно-кишечным трактом. Вы знаете, что красноплодные, в них повышенная кислотность. И у многих, ну многие не могут, особенно пожилые люди, употреблять, потому что начинается вот эта вот кислота там, сжога. Потому что оранжевые сорта, их особенность, что они более мягкие, в них больше сладостей, в них больше говорят, что витаминов в 5 раз больше бета-кератина. И оранжевые сорта считаются по своей полезности намного полезнее красных томатов. Ну и, конечно, они намного декоративнее и красивее. Вот даже в пасмурную погоду заходишь в теплицу, вот такие солнышки висят, как фонарики яркие, такие оранжевые. Сразу на них глядя поднимается настроение, хочется жить. Очень урожайно, еще раз говорила, сейчас я, подождите, перемещусь. Вот начиная с низа, вот сейчас вы видите, вот это нижнее. Потом идет вот второй ярус, тоже уже спеют. Там третий ярус, вот они все обвешаны вот этими плодами. И еще ведь там дальше, вот в макушке, там тоже они. Ой-ой-ой-ой. К видеокамере новой еще не привыкла. Не знаю, как с ней общаться. Ну вот все, это русские колокола. Очень люблю этот сорт. Кто у меня покупал семена, кстати, он, если будете искать в каталоге под номером 35, кто покупал семена, всем нравятся. Особенно дети на них летят, как мотыльки на свет. Они же яркие такие, они видно спелые плоды, издалека заходишь. О, поспел томат. Ясно, что это русские колокола. Ну вот все. Я сама захожу, любуюсь на них всегда. Вот вам дала полюбоваться. Кто его выращивал, тому даже его не надо нахваливать. Очень хороший томат. К сожалению, почему-то вот в магазине у нас он бывает редковат. А я два раза брала. И на пачке, на магазинной, всегда нарисованы вот такие же плоды, только красного цвета. И все люди пишут в интернете, что производитель фотографию то ли перепутал, то ли не ту поставил. И он из года в год, эта пачка, вот в этом году я купила еще один раз русские колокола с красными. Думала, что красные будут. Нет, они тоже оранжевые. А фотография по-прежнему красная. Так что, если вы видите в магазине пачку, написано русские колокола и красные плоды, это значит вот эти самые. Просто у них вот такая оплошность. Они фото не поставили, не того, наверное, сорта. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Краткий обзор томатов, русские колокола. Вот так, как они поспели. Вот так сейчас они выглядят на 11 июля. Сибирский регион. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!